Мне очень интересно снимать просто какие-то портреты. Это менее интересно, чем создавать какой-то образ человеку и пытаться выразить его суть через этот образ. В маленькой комнате московской однушки с трудом размещаются штативы, софиты и отражатели. Здесь же гримерные и костюмерные. Всё как в профессиональной фотостудии. Только фотограф необычный. Это на самом деле то, чем я хотела заниматься, всегда интересовалась. Но по каким-то причинам не было возможности, или не было денег, или я училась постоянно. А сейчас просто я поняла, ну блин, сейчас какие уж отмазки. Всё, отмазки кончились. Маржане Садыковой, 13. В июне 2011-го у девочки обнаружили рак. После полутора лет борьбы и интенсивного лечения стало ясно, что болезнь сильнее. Тогда Маржана и познакомилась с координаторами фонда помощи хосписом «Вера». Узнав об увлечении Маржаны фотографией, они собрали деньги и купили для неё профессиональный фотоаппарат. А затем предложили сделать выставку работ. Покупили фотоаппарат и очень захотелось поблагодарить людей, которые скидывались на эту камеру. А как их поблагодарить было непонятно. Мы Маржане сказали, что может быть этих людей порадовали бы её фотографией. Может быть она поснимает на новую камеру и сделала выставку в благодарность людям, которые помогли с камерой. Обычно когда человек болеет, то он настолько задавливает физические недомогания, боль, слабость, что уже ничего не хочется. А Маржана каким-то невероятным способом, превозмогая всё это, живёт какой-то полной, полноценной жизнью творческой. И таких людей больше не встречала. Вообще вначале, когда Лида предложила выставку, мне показалось, что это будет так тяжело ей, потому что она ведь не очень тяжелая. И я подумала, ну как она это потянет? Вообще невозможно. Она сказала, о, почему бы и нет, хорошо. Ну так как-то я прям увидела, что в ней реально стала большая энергия от того, что она думала об этой выставке. О том, что девочке нужны модели для съёмок, Александра Белецкая узнала из объявления в Фейсбуке. Несмотря на отсутствие модельного опыта, она откликнулась на просьбу. В образах, которые создаёт Маржана, переплетены сказочные мотивы и гламур, аллегория и реальность. Для Александры Маржана придумала богемный образ в стиле 30-х годов 20-го века. Удивило то, что у многих есть какие-то мечты, какие-то планы, и никто ничего, ну очень многие ничего не делают, даже первый шаг, вот даже не пытаются. А вот девочка, несмотря на то, что у неё какие-то вот есть трудности, боли, она всё равно стремится к осуществлению своих мечтаний, целей. Мама Маржаны говорит о бойцовской характере у дочери с рождения. К любому делу, за которое бралась, Маржана относилась с совершенно не детской ответственностью. На то, чтобы создать эти 35 работ, у девочки ушло более двух месяцев кропотливой работы, но цель была достигнута. 14 февраля в столичном кинотеатре «Пионер» состоялось открытие её персональной выставки под названием «Гости». Она просто утвердила меня в моих намерениях и показала, что надо жить, наслаждаться этим, какая бы она ни была, и действительно радоваться, что мы есть. К своей болезни Маржана относится не по годам философски. Говорит, она многому её научила и многое помогла понять. Можно сравнить с телом. Вот я заболела. И, по сути, злокачественные клетки – это, например, эта клетка, которая отказалась работать, как бы, на меня, как бы, подняла бомб и разрушает организм. Точно так же действует и всё остальное. От тебя зависит то, какой вклад ты будешь вкладывать в организм. И, соответственно, от тебя зависит, станешь ты злокачественной клеткой или будешь работать на благо организма. Почему, как думаешь, люди вот так склонны к таким вот, ну, не ценить жизнь? Ну, конечно. Как это? Как её ценить? Её много. Есть же такая штука, что мы начинаем ценить только после того, как потеряем. Даже сейчас я заметила, что, ну, по мере прогрессирования заболевания боль же усиливается. И я заметила, что каждый раз, когда у меня начинает болеть сильнее, я думала, блин, как тогда хорошо было. Зачем я вообще тогда хмаялась и там говорила, что мне больно? И я подумала это однажды и решила. А может быть хуже на самом деле сейчас? Не так уж всё плохо, надо наслаждаться тем, что у меня есть сейчас. Всем привет! В этом обращении я бы в первую очередь хотела поблагодарить вас за поддержку и помощь. В этой выставке бы не было, если бы не такие потрясающие люди, как Лида, которая сказала, что это возможно и взяла на себя роль двигателя этой организационной машины. Катя Марголес, которая была моим советчиком и основным организатором. Те, кто поверил в меня и спонсировал покупку новой камеры. Так многие откликнулись, когда я сказала, что мне нужны модели и реквизит. Они меня даже не знали, но были готовы безвозмездно отдавать свои вещи. Сами приезжали, помогали в создании образов. Всё это время, что я готовилась к выставке, было очень тяжело. У меня были сильные боли. Я фактически успевала только снимать и обрабатывать фотографии, а всё остальное время спала, восстанавливалась. В перерывах придумывала новые образы, вела переговоры с организаторами и помощниками. Но это действительно того стоило. Лень, когда нет хорошей цели. У меня бывали моменты, когда я хотела просто всё бросить и лечь отдохнуть, но я вспоминала, ради чего я это делаю, и это было важнее, чем комфорт. Зато сейчас я могу просто быть счастливой, осознавая, что добилась своего. Мне очень хочется поделиться с вами тем, что я поняла за время болезни. Человек способен на совершенно невероятные вещи, если верит в свою мечту. Нужно просто начать идти. Возможности, единомышленники, всё появится, помощь придёт. Я думала, такое может случиться с каждым, не только со мной. Когда я фотографирую, боль уменьшается. Я забываю о том, что не могу ни ходить, ни сидеть, быстро устаю, а чувствую заряд энергии. Любимое дело питает, наполняет жизнь смыслом. Не надо искать справедливости в том, что выпадает на нашу бурю. Нам неведомо провидение. Справедливость вообще понятие, придуманное человеком. А Вселенная действует по своим законам, которые нам трудно понять, потому что это просто другой уровень сознания. Мудрость для меня принять с любовью и благодарностью всё, что происходит. И найти в себе силы не искать несправедливости в этом, и не злиться. Анализируя всё, что произошло, я понимаю, что опыт и знания, которые я получила, возможно, превышают ценность этой жизни. Не с точки зрения этого тела, а вообще, подумайте, мы живём не один раз, и с каждым воплощением есть шанс стать чуть ближе к Богу. Поэтому просто используйте свои возможности по максимуму. Действуйте, полагаясь на любовь, будьте этичны и будьте счастливы. Это лучшее, что мы с вами можем сделать. Субтитры создавал DimaTorzok